Вчера с 10 часов вечера я начала готовить кушать, потому что у меня двое маленьких детей, одному полтора, другому два с половиной, я могу это сделать, когда они ложатся спать. И тут выключился свет. Все приборы у нас только электрические, потому что газа у нас нет. У меня ребенок еще кашу ночью ест. Я осталась полностью без средств существования, без еды. У меня ребенок смеси ест, мне надо горячая вода. Я ночью ходила у соседей, просила горячую воду. Отопления нет, света нет, да. Есть задолженность у людей. Ну так что, с двумя детьми отключить, прийти ночью свет? Без предупреждения? Ну это же можно как-то предупредить, вообще можно на какой-то диалог идти. Просто диалог. То есть должно быть это собрание. Конец отопительного сезона. Такое ЧП. Выключили газ на весь дом. Но это же, наверное, надо собрать как-то людей, объяснить. А может у людей какая-то этих 10 квартир, какая-то сверхпричина. Неужели не бывает никаких таких вообще причин и каких-то таких жизненных ситуаций, которые могут, ну вот не может человек, он может в следующем месяце. Но в этом месяце он не может по каким-то своим вообще неимоверным причинам, которые жизненным. Жизненным просто. А как мне холодного развития? А тут вообще, тут просто отключить, ну вот что это, это просто 4 стены. Это уже не дом. Если не получается, у него одно, значит, собраться все вместе, пойти у мэра помощи просить. Короче, хочется какой-то, хочется жить нормально. Какие проблемы у вас еще, кроме того, что нет отопления? Нет газа. Лифт периодически. Он вообще две недели как только работает. И то он за две недели, я раза два ездила. Все документы, все расчеты мы хотим видеть по этому пункту. Просто, чтобы нам показали, куда и что. Тут многие согласны платить напрямую, а непонятно на какой счет. Есть долг лично по моей квартире. Две тысячи мы два месяца не платили. В одном месяце мы переплатили за квартиру 200 гривен. В следующем месяце эти деньги потерялись. Их нет. В расчетке их нет. Потом опять идут перечисления какие-то, опять идут новые квитанции. Кто экономист, кто ведет, кто бухгалтер, кто составляет эти расчеты? Вот просто кто этим занимается? За что, какому бухгалтеру мы платим зарплату? Мы же со своих денег это платим. Расчетка. Вот как бы вот такого плана она состоит, да? Как бы шапка за предыдущий месяц отличается от шапки, которая была в этом месяце, да? И вот, скажем, тут сумма. Ее сумма, да? Ну, то есть, как бы тут идет вот квартплата, вырез сметя, горячая вода, холодная вода, электроэнергия, опалыня, установки сборы. До сплаты разум 757 гривен, 83 копейки. Я элементарно беру калькулятор, пересчитываю, складываю 120, плюс 10, плюс 7, плюс 469. У меня получается 608 гривен, 44 копейки. То есть, разница в 149 гривен, как бы, это что такое? На ровном месте, на ровном месте. То есть, как бы, никто, в принципе, наверное, никогда не задумывался, не задавался вопросом взять, просто элементарно сложить эти цифры на калькуляторе у себя. Ну, вот я же говорю, я как бы сложила эти цифры, и я так знаю, что как бы не один уже человек складывал эти цифры, и сумма получается совершенно другая. Сумма, если в 2 рубля, как бы, или в 1 копейку, это как бы еще нормально. Ну, когда, извините, в 149 гривен, и это как бы выливается в хорошую копейку. Вот, ну, именно я не плачу по этой причине. Я хочу разъяснений, куда деваются мои деньги, куда идет моя каждая копейка, потому что они зарабатываются тяжело. То же самое. То есть, я так понимаю, что многие не платят, да, принципиально? Ну, да, принципиально они платят. Просто мы сразу же заплатили в первый же день. Вот только нам скажут, куда эти деньги, и почему такие расчеты, мы в этот же день сразу оплачиваем квартиру. Тут же. Я тоже пойду, сразу же оплачу. Всю сумму, которая есть. Сразу же сумма будет вся погашена. Просто покажите нам все расчеты, за что мы платим. А сколько месяцев уже такие расчетки приходят? Я не плачу 3, ну, вот, январь, февраль, будет март. С наибряем. Вот, ну, я как бы не плачу за... За январь, февраль, и вот будет март, за март тоже не буду платить, пока мне не разъяснят. То есть, я год закрыла, как бы, закрыв глаза на все. Вот, то есть, уже муж говорит, ладно, давай закроем этот год. Вот, закрыли этот год, который был. Ну, я же говорю, ну, а вот, и ныне там, то есть, никаких разъяснений. Все, поищем. Там не сильно, чуть-чуть, да. Не затрогай, заинка, да. Мама разоткрыла, и не там.